Спорт сродни искусству. Наравне с фигурным катанием или синхронным плаванием, к таковым можно с полным правом отнести джигитовку. На протяжении двух дней конно-спортивный комплекс «Звездный» в деревне Шевелкино принимал, ни много ни мало, чемпионат страны. В 2020 году проводим 17-й чемпионат России. И пятый год подряд мы проводим чемпионат России аккредитованным инспортом Российской Федерации. Мы сегодня достигли всех уровней, получая мастеров, кандидатов, разрядников и так далее. Сегодня приехали 8 субъектов Российской Федерации. Я хочу всех поблагодарить. Джигитовка – сравнительно молодой, но очень зрелищный вид спорта, который всегда собирает множество зрителей. Всадники-виртуозы показывают мастерство владения кавалерийским оружием, а также демонстрируют верхом на лошади различные трюки. На чемпионате России в городском округе Щелково смотрим и восхищаемся. Джигитовка родом из казачьей строевой кавалерийской службы. Там она имела вполне прикладное значение – ловко уворачиваться от врага, атаковать мастерски владея шашкой и пикой и, конечно, искусством верховой езды. Сегодня в спортивной программе два вида состязаний. Специальная джигитовка – это владение копьем, саблей, пистолетом. И вольная джигитовка – упражнения на лошади. Виртуозность исполнения – результат многолетних тренировок. Хотя без ошибок ни одни соревнования, пожалуй, не обходятся. Каждый спортсмен выполняет около шести элементов. Они оцениваются разной сложности. Он может сделать меньше упражнений, но из более тяжелой, высокой категории оценки. С каждым годом среди участников все больше девушек, выступающих наравне с мужчинами. Впервые в этом году на чемпионате России прошли состязания в зачете ветеранов. К самым опытным и заслуженным требования те же, что и к молодым спортсменам. Оценивается качество и точность выполнения упражнений. Среди которых ласточка, различные вертушки и стойки, в том числе вниз головой, ножницы, соскоки с посадкой в седло, езда лежа поперек седла, волочения и другие. Как рассказал главный судья соревнований и один из ведущих специалистов в России Сергей Калинин, в джигитовке важны гимнастическая и атлетическая подготовка, отсутствие лишнего веса, дисциплинированность, ну и, конечно, самоотдача и трудолюбие. А еще подготовка лошади. Не так важны ее спортивные качества, как характер, нормальная психика, чтобы она не боялась огня, выстрелов, хлопков, петард, вспышек, флагов. Первый раз, когда мы демонстрируем джигитовке в 2006 году в Санкт-Петербурге на их большой выставке конной, и там все время предупреждают, зрители уважаемые, ни в коем случае не щелкайте во время выступления фотоаппаратами, ни вспышками, ни свистите, ни аплодируйте. А потом, когда мы начали, я говорю, а теперь можете щелкать, кричать, у кого есть петарды, бросать им под ноги. В финале каждых соревнований спортсмены-джигиты, только что состязавшиеся в личном зачете, перевоплощаются в артистов. Показательные выступления наиболее яркие и вызывающие интерес у зрителей. Трюки становятся намного сложнее и опаснее. Настоящим украшением показательной программы стало упражнение под названием «Большая пирамида», выполненное лучшими мастерами. В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата России приняли участие вице-президент Федерации конного спорта России Руслан Киреев, президент областной федерации Евгений Серегин, президент КСК «Звездный» Евгений Вахрушев и начальник управления развития территорий городского округа Щелкова Михаил Зубков. В зачете ветеранов победил Дмитрий Заскалов, а чемпионом России 2020 года стал его сын Константин, представитель команды Московской области. Второе место также занял подмосковный спортсмен из ведущего в России центра джигитовки Лыткаринского КСК «Созидатель» Сергей Муругов. Для них с конем-грандом терской породы это уже третий подряд серебро чемпионата страны. Это совокупность долгого труда, большого количества пота, каких-то страданий определенных, но в конце концов это награда. Мы всегда в лидерах, мы всегда мешаем самым сильным нашим конкурентам, поэтому мы всегда в борьбе. Девушки в этот раз в призеры не попали, но без наград не остались. В финале большого конно-спортивного праздника в небо взмыли десятки воздушных шаров. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.